Всем привет, друзья! В этом видео распаковка второй посылки из Казахстана. Также, знаете, совпало то, что когда пришла эта посылка, как раз наш президент Беларуси поехал в Казахстан на два дня с официальным визитом, да? А вот Димаш Кудоберген в инстаграме заявил, что в Минске выступят на открытии вторых европейских игр, именно 21 числа. Как я же напомню, европейские игры, масса спортсменов из 50 стран, 4000 атлетов будут соревноваться в 15 видах спорта. Что ж, самое время распаковать и узнать, что же находится в этой посылке. Поэтому оставайтесь здесь, заваривайте чай, кофе, будем узнавать вместе. Ну и самое время назвать авторов. Посылка пришла от Гульмиры Тусанбековой, Дарьи Ахметовой и Алихана Алиева. Это достойные люди живут в городе Нур-Султан, он же Алмата, столица Казахстана. Огромное вам спасибо. Еще, знаете, я чувствую себя, так сказать, с Якубовичем из поля чудес, когда приходят подарки, презенты. Это очень приятно и интересно. Итак, друзья, распаковываем, режем ножиком. Так что дальше вот эта часть. Опа. При этом, знаете, почтальон принес, который приносил и прошлую посылку. Если кто не видел видео, тоже можете посмотреть на этом канале. Не хочет открываться, не все так быстро, друзья. Интрига нарастает. Что же внутри, как вы думаете? Опа. Белпост КЗ. Ну что, друзья, пробуем распаковывать. Я, кстати, напомню, если не видели прошлое видео, вот эта картина, где Якубовичи с Димашем Кудубергеном, она пришла в прошлые посылки. Притом, это только ее часть. Вот здесь дополнение. Причем там другие достойные люди прислали посылочку. А, я не знаю, с какой стороны это все открывается. Почему-то она не поддается. Нету входа. Так. Один бок есть, друзья, поддается. Вот, обратите внимание, открывается бок. А второй, по-моему, вообще не открывается. Так не работает. Тут по-другому система. Ну, давайте этот откроем. И что дальше? А, и вот можно поднимать. Ну что, собственно, торжественный момент. Открываем посылку из Казахстана. Ой, друзья, сколько всего здесь много. Здесь шоколадка. Шоколадка перфекшн, да? Рахат. 65% шоколада. Видимо, люди, которые прислали добрые, они знали, что я люблю сладкое. Спасибо вам большое. Здесь еще такая шоколадка, чтоб наверняка и Астана. Я раньше пробовал шоколад в Казахстан. Вот, кстати, тут он тоже есть. Вот такой. Ой, только в другой пачке. А теперь есть и Астана еще. Также шоколадки Рахат в виде казахстанских денег, как я понимаю. Еще в подарочном наборе шоколадки Казахстан 2, да? И Астана. Друзья, ну и, собственно, чай Димаш. Я видел его только в интернете. Написано, что это Шай Димаш. Я думаю, что забеспечен. Я им теперь как минимум лет на 5, а то и на 10. Потому что здесь 5 упаковок, друзья. Огромное спасибо. Я счастлив. Это просто невероятно, друзья. Это просто невероятно. Смотрите, какую башенку можно делать. Ой-ой-ой-ой. Так не 5. Раз, два. А, да. 5 упаковок. 5 упаковок. Чай Димаш. Так, аккуратненько снимаем. Так, что здесь написано? Значит, чай, если кто не знает, да? Кеницкий чай. 100% кеницкий черный чай гранулированный. Изготовлен из лучших сортов чая из Кени без добавок. Вот так вот, Димаш у нас без добавок. Масса нета. 225 грамм. Ноль калорий. Представляете? То есть, если учитывать, что масса шоколадок, да? А чай ноль калорий, то как раз хорошо. То есть, так сказать, а чай я не раскабанею, да? И потом можно брать калории шоколадками. Кстати, еще с предыдущей посылки у меня тоже остались сладости. Поэтому, я думаю, что тоже забеспечено ими, как минимум, до конца года. Либо же, как минимум, когда Димаш приедет в Минск на открытие вторых европейских игр. Я его постараюсь пригласить сюда, в эту студию, на интервью. Если он придет, то шоколадки для него еще тоже будут. Вообще, кстати, друзья, напишите, может быть, кто-то из вас знает. А вот через кого лучше всего приглашать Димаш Кудайбергена, да? Может быть, есть пресс-секретарь, может быть, у него мама занимается, да? Опять же, адрес электронной почты. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что, действительно, я готов снять с ним интервью 21 или уже 22 числа. Не знаю, когда ему удобно. И готов у вас спросить вопросы, да? Что бы вы спросили у Димаш Кудайбергена? И какие вопросы лучше всего ему задать в этой студии? Значит, продолжаем распаковку. Чай будет стоять здесь. Также прислали мне щербет. Очень похож на колбаску, либо же на сыр. Честно, никогда такое не пробовал. Щербет написано к чаю. Как раз есть чай, есть щербет. Значит так, написано, что республика Казахстан, Алматинская область, Иллинский район. Состав сахар, патока, арахис, мука, сухоцельное молоко, масло, сливочное. Вот, то есть, видимо, что орехи тут тоже есть, да? Сахар, арахис. Интересненько, друзья. Попробую обязательно. Ой, еще один щербет. Как видите, вот этот такой длинный, это такой. То есть, они разной длины бывают, оказывается. В Казахстане здесь, видно, молодцы. Как я вижу, абсолютно натуральный продукт. У нас такое редко продают, потому что, смотрите, здесь в составе, как я увидел, нет абсолютно никаких добавок. Е, да, особенно говорят, опасно Е220. Вот эти все добавки, то есть, лучше такое не употреблять. Спасибо вам за щербет. Друзья, ну и, собственно, тюбетейка из Казахстана. Видимо, это уже не сувенирное, потому что, когда мне прислали в прошлый раз, почему-то, несмотря на то, что она мне нализала, люди писали в комментариях, что сувенирное. Не вариант, да? Смотрите, вот как выглядит это. Тюбетейка, да? Похож на жителя Алматы, либо же Астаны. Друзья, я казах. Друзья, вот предыдущий вариант тюбетейки. Вот так он выглядел. А вот, собственно, новый. Новый вариант. Это уже точно взрослая, да, для меня. Очень мне нравится по свету, учитывая тот факт, что у меня очень много синенького в комнате. Да, вот как раз синяя вот эта тюбетейка. И в то же время у меня зеленая и дверь, как бы, да, и стена. Вот, опять же, здесь тоже видны элементы в этой студии. Поэтому как раз вот все как под меня. Огромное спасибо. Буду обязательно ходить и снимать видео на этом канале от Димаш Кудубергени. Продолжаем открывать. Еще шоколадка Стана. Здесь же нечто новое, друзья. Курма, да, или Курма, Калута, Разма, Рамазан, Рамазан, Финики. Финики. Очень люблю. Это, в принципе, знаете, вкус фиников ничем-то напоминает шоколадку. То есть я раньше в детстве, когда первый раз попробовал, даже и подумал, что, может быть, это делают из шоколада, да. А потом, когда узнал, что финик, оказывается, что он растет на дереве, да, то у меня уже была другая версия, что шоколадки делают из фиников, да. Ну, это когда мелкий был. А потом понял, что это совершенно разные вещи. Ой, как все запаковано, как все красиво. Вот невероятно, друзья. Так, получается, финики в Казахстане растут? Или как так выходит? В Беларуси точно не растут, но я в свое время из косточки посадил. У меня вырос финик, но сами финики не растут. Вот он на балконе у меня стоит. Когда зима, конечно, ему холодно, я домой приношу, но летом он на балконе. То есть, получилась такая финиковая пальма, но она такая не особо большая. Она может где-то, ну, метр шестьдесят вот так вот выросла. Так, значит, финики. Финики на вкус указаны сладкие, богат витаминами. Перед употреблением промыть финики в проточной воде, хранить в сухом месте. Казахстан, город Караганда. Железо есть, есть калории, есть углеводы, белки, фосфор, да? И витаминов масса А, В1, В2, В3, В5, В6, В9. Е, Д, минералы, натрий, калий, магний. В общем, друзья, кушайте финики и будьте здоровы. Огромное спасибо, что заботитесь о моем здоровье. Опять же, указано, что без ГМО. Рамазан, Калута, Курма, Финики. Друзья, здесь же подарочные... Ой. Падает. Все, нарушилось. Конфеты Астана Рахат. Постоянно кушал дома, на работе родители мои. Знаете, мне понравилось тем, что, в принципе, действительно, без добавок. Раз без добавок и такой, так сказать, вкус детства, то это просто невероятно, это вкусно. Здесь же еще один подарочный набор Казахстана, который, скорее всего, получит и президент Беларуси Александр Лукашенко, который сейчас поехал в Казахстан, да, эти два дня там находится. Явно же будет что-то дарить, да? Дико патриотичные шоколадки, потому что, видите, на каждую изображен флаг Казахстана. Друзья, еще один чай. Написано British Colony, да? А сам Royal. Royal чай вот так вот изготовлено. Я вам скажу, я просто поражен, восхищен, что столько чаев, да, и British Collection. Я, кстати, напомню, что Димаш создавал шольный концерт в Лондоне. Может быть, в честь этого дорогие люди из Казахстана, которые прислали посылку, решили его сюда положить. Спасибо вам еще раз. Здесь же и в такой форме подарочный набор конфет из Казахстана. Ну и еще, чтобы наверняка, и, как я понимаю, видимо, это разные шоколадки. То есть, скорее всего, молочная, белая и черная, да? Скорее всего, шоколады написано премиум, да? Аж 185 грамм. Здесь же конфеты ягодная, поляна. То есть, это, как я понимаю, Агардан Желаган Мармелад. Мармелад из Казахстана. Попробуем. Еще есть мармелад в коробочке, да, тоже написано, что фирма Рахат. Еще также шоколад в мармеладе, или уже мармелад в шоколаде, да, что, скорее всего. Еще трое чаев, да? Один Кения Акоман. Здесь же чай Пиала Голд. И еще одна Пиала Голд. Ну все. И при том, знаете, что удивительно, на этом чае написано Жанна, да, Жанн. Я точно знаю, что мое имя, многие пишут, означает Душан на казахстанском, Жанн, да? И вот на чью, или на чье, да, на чаях написано Жанна, либо Жанн. Ну еще здесь магнитики. Вот обратите внимание, Алматы, Казахстан. Здесь же Казахстан, карта страны. И тоже, так сказать, на холодильник еще один магнитик. Даже не один, а два, они примагнитились. Пакеты вот с таким вот кругом. Очень яркие, насыщенные. Обязательно буду ходить с ними в магазин. Понял, что народ Казахстана очень дружелюбный и добрый. И я искренне рад тому, что действительно снимая видео Димашку Дубергенина, нашел единомышленников, да, которые тоже уважают этого артиста из Казахстана. И получать такие подарки из страны, которая 3000 километров от Минска, просто невероятно приятно. Друзья, я еще раз озвучу, кто же прислал эту посылку. Гульмира Тусунбекова, Дария Ахметова и Алихан Алиев. Ну вот, собственно, достойные люди. Я очень рад дружить с вами. Огромное спасибо. Вы меня, так сказать, приобщайте к культуре Казахстана. Я все больше узнаю какие-то новые продукты. Все это пробую, да, и совсем скоро, быть может, действительно, я все-таки побываю в этой стране, будь у меня отпуск. Но пока же, действительно, ждем Димаша Кудайбергена в Минске на вторых европейских играх, да. Опять же, пишут в интернете, что он презентует какую-то новую песню, да, вот именно на этих играх 21 числа. То есть, получается, 14, если никто не помнит, у Димаша Кудайбергена новый альбом. 29-го у него в Астане, в Нур-Султане, сольный концерт на стадионе. А перед 29-м числом, да, получается, где-то 8 дней взад, он вышел в Минске на стадион Динамо. Вообще же, если кто не видел стадион Динамо, можете посмотреть. У меня есть видео на канале. Там дал сольный концерт Александр Солодуха. Это певец номер один в Беларуси такого плана, как, знаете, вот, допустим, Стас Михайлов в России. А в Беларуси это Александр Солодуха. То есть, вот так, чтобы примерно у вас было представление. И там есть, что Солодуха собрал стадион, чтобы в таком духе видео. И там именно этот стадион, на котором выступит Димаш Кудайберген. 21-го числа на Европейских играх в моем родном городе Минске. Друзья, я искренне люблю и ценю каждого из вас, что со мной на этом канале. И вы знаете, я действительно буквально год назад, да и представить-то не мог, что у нас на канале будет уже 51 тысяча. Это дико приятно. Вы знаете, начинал я с того, что буквально там, ну, 5-7 просмотров. 10-20. И я вам скажу, что я был готов снимать видео и для этих людей. Потому что мне нравится сам процесс, да. Опять же, я делаю именно то, что интересно мне самому, да. То есть, видео на те темы, которые интересны и которые обсуждаются во всем мире. Поэтому также напомню, что на этом канале и дальше масса новостей из мира шоу-бизнеса. То, что важно знать и обсуждать. Конечно же, на Димаша Кудайбергене, потому что это мировая звезда. Он покорил весь мир. Продолжает его покорять. Будет у него концерт также в США, в Нью-Йорке. Да, вот-вот в Казахстане. Вообще же, любят его везде. Огромное спасибо, что со мной на канале. Счастья вам, успехов, любви и только шикарного настроения. Не грустите, не скучайте. Обязательно пишите комментарии, как вам посылка из Казахстана. И какие бы вопросы вы задали Димашку Кудайбергену, если он придет все-таки в эту Минскую студию. Счастья вам, успехов, любви и только шикарного настроения. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok